Всем привет, с вами Лысый Дядь и мы продолжаем барыжить в игре Car for Sale Simulator. Это уже вторая серия, кто не видел первую, пожалуйста переходите по подсказочке сверху, смотрите и переходите снова на этот ролик. Итак, у нас уже второй день, мы продали прошлой серии 3 машины, заработали 10 тысяч рублей наш баланс и начинаем также дальше торговаться. Я предлагаю начать с... нет, я на рынок не пойду, давайте на район сходим, какую-нибудь еще машину купим, надеюсь сегодня хорошо поторгуем и еще хочу прокачать навык на помойку машин. Вот, мне писали, что можно ходить мыть машины просто по району и таким образом зарабатывать опыт, прокачивать уровень. Так, что ты тут? Установил ОБС в свою машину, пишет. За 1500. Давай мы тебя купим за 1000. Сможешь так продать? Может вообще офигевший пришел. Мне предложение неинтересно. Так, ты 1500 ходишь? Ладно, давай ни тебе, ни мне, 1250. Дорога не будет. Ну ладно. Пожалуйста, не так уж и нужно было. До свидания. Хочу найти что-нибудь подороже, ну допустим около 10 тысяч. Я же смогу навариться получше. Так, ого. До свидания. Это была очень неприятная встреча. Фургончик. Это типа дом на колесах? Что ты, чувак, опять итальяшка. Что ты хочешь? 17 тысяч. Нет. Пока что не по карману, но в скором будущем мы встретимся. А ты брат, да? Или сват? Что вы одинаковые? Наверное, брат. А, почти новая за 16. Нет. По-любому, братаны, смотри, бизнес открыли. На одной хате торгуют, стоят машинами. Ну, барыги тоже, по-любому. Тут просто никак иначе. Ребят, я хочу какую-нибудь тачку купить. Не хочу за полторы покупать. Но мы с нее ничего не выгадаем просто. Такс, у нас район что, кончается? Где? Где еще кто? Благо то, что есть какой-то недостроенный райончик тут. Я смогу же вот так оббежать? Ой, сюда точно не смогу. Давайте по-быстренькому. Ну, просто за полторы покупать, потом продать за 1800. Ну, просто смысла вообще никакого не вижу. Если бы купили бы, допустим, за 7 тысяч, за 8 машину, можно бы за червонец продать? Чтобы выгода какая-то была. 30 тысяч. Почему такое дорогое все сегодня? Кстати, авторынок... Авторынок. Офис закрыт, офис загрязнен. Я понял. О, вот. 8 тысяч 500. Давай, я куплю тебя за 8 тысяч... Ой. 8 тысяч 300. Все. Отлично, шикарно. У нас есть тачка. Отправляем ее сразу... Давайте в ремонт. Все, побежали теперь до дому, до хаты, до нашего офиса. И уже... Так, офис у нас... Нам нужна остановочка. У нас она где-то тут должна быть. Никак в этом районе не могу еще освоиться. А где остановка? А, вон он наш. Далековато. Ну, там находится наш... Наш контейнер. Вот, поэтому... А нафига я телепортировался? Мог бы отсюда пробежать туда и сэкономить просто 10 баксов, да? Ну, ладно. Такая уж судьба. Там, что поделаешь. Просто тратим деньги ни на что. Хорошо. Поехали в офис. Наш супер офис. Он еще нормально, не переименовался. Офис Лысая Резина. Вообще шикарное название, я считаю. Вот, как вы думаете? Вот, удачное название или нет? Что-то цветы какие-то, кусты растут. Знакомая штука. Она у нас стояла. Они, короче, перенесли сюда ее, да? Хорошо. Автомобиль в порядке. Вообще шикарно. Такс. Поехали. Если автомобиль полностью целый, мы купили его за 8... 8250, да? Значит, можно продать, попробовать его около червонца. Подожди. Я хочу повернуть камеру. Подруг я в кого-нибудь врежусь там. Или в меня врежутся. Какой-то мусор валяется. Ну, что такое? Что за люди-не люди тут были? Прям мешками. Прикинь. Они просто мешками подъехали, выкинули. И все. Я знаю, что хочу. Я хочу на превьюшку сейчас взять. Как-нибудь прикольную фотку сделать. С нашим логотипом. Во. Нормально, да? На превьюшку пойдет. Все шикарно. Поехали. Такой чувак. Рученик дергает. Или коробку. Стоп, 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 стоп. Не надо лишних движений делать. Отлично. Офис открываем. Ставим на продажу нашу очередную тачку. Итак. Мы купили ее за 8300. Давай за червонец поставим. Такс. Все. Есть такое дело. Теперь ждем наших покупателей. Ребята. Новая крутая тачка. Офис. Лысая резина всех приглашает на автомобиль, который продается по скидке. Огромной скидке. Купил за 8250. Продаю за 10. Но это не суть важна. Главное то, что я поставлю ценник. Допустим 15999 перечеркнуто. И там будет стоять 10 тысяч. Типа нифига себе. Просто 6000 скидки. Ребята, вы где? Придите, пожалуйста. Подождите-ка. Что с этой стороны у нас офиса? Я смотрел вообще? Нет? Какие-то... О, классные горы, кстати. Какие-то пустоши здесь везде. В этой игре такое все прям минималистичное, да? Один домик стоит такой. Вокруг вообще ничего нету. Поля. Типа, ну, такой район, да? Вообще ничего нету. Тут такой здоровый автосервис, автопочинка, автотюнинг. И такой офис один, да? Который, ну, чисто барыжит здесь. Ой, здравствуйте. Я думал, никто не придет уже. Как ваше настроение? Вы готовы к покупке? А скидку сделать? Посмотрите на машину, какая четкая. У нее даже спойлер есть, прикинь. Все вообще шикарно. Так, нужно подумать. Девять тысяч. Так. Ладно, давайте продам за девять пятьсот. Хочешь? О! Красиво, у нас уже одиннадцать пятьсот. Мы потихоньку навариваемся. Такс, поехали купим какую-нибудь тачку еще. Уже что-то получше купить можно. Хотя... Не особо получше. Надо приметить, где находится эта остановка. Значит, напротив продается типа дом. Буду по нему ориентироваться. My house for sale. Все понятно. Такс, поехали с самого начала. А, этих я смотрел уже. У этих машины такие. У кого-то очень дешево, у кого-то очень дорого. В общем, совсем не то, что нам нужно. Сразу обойду. Вокруг район. И посмотрим, что продается там. Почему у меня офис грязный? Я не понимаю. Где там? Нужно губкой протереть его или как? Хорошо, у нас пока губки нету. Как посмотреть наш опыт? А, еще до хрена. А тут какие-то штуки прикольные. Цена на мойку снижена. Скорость ремонта. А уже 2 очка стоит. Что-то 2 очка, что-то 1 очко. Ладно. Пока что. О, авария что ли? А что ты? Давайте я подтолкну, брат. Ты немножко не туда въехал. Ладно, тут какая-то авария случилась. Не будем мешать. Пускай сами разбираются. Чувака все на мази, по-любому. Здесь тоже я был. Кстати, вот это я не смотрел. Что по цене? 4 тысячи. Блин, ну, я не знаю. Я за 10 хочу тачку купить. Все, всем спасибо. Все свободны, да? Это так называется. Ну, если будет открытый авторынок, я потом схожу туда. Авторынок. Что там такое светится? Какая-то странная штука. Опять я пошел сюда. Да, ну, ладно, я думаю, у меня здесь будет ближе до остановки. А, нам же нужно не в офис, нам нужно поспать. Все-таки я правильно пришел. Быстренько поспим. Если будет авторынок открытый, зайдем сразу туда. И, возможно, что-то будет поинтереснее из авто продаваться. Мы сразу припупим. Пойдем, спим. Заработали 1200 сверху. Ну, поначалу, конечно, этот бизнес долгий. Потом, когда уже пойдет на сотни тысяч дела, тогда будет попроще набрать, там, примерно миллион. Авторынок работает сегодня? Нет. Сегодня будет аукцион. Но смысл, если на аукцион идти? С моими сбережениями. Такс, хорошо. Должны были чуваки обновиться, да? С тачками. Давайте смотреть. Чувак снова с Кондратьем. 1900. Не хочу. Сегодня не твой день. Давайте дальше посмотрим. Что есть у тебя? Какая страшная женщина. 3000. До свидания, мадам. Вы здоравливаете. Вы, правда, очень плохо выглядите. О! Ну, это я, допустим, не смогу купить. Или, допустим, смогу. Ага, 60 штук. Я к тебе вернусь. Ты тут сиди, не уходи никуда. Я как подзаработаю, я сразу появлюсь. Я думаю, цена у него такая будет. 23 тысячи. А что такое дорогое все? Блин, я хочу много чего. Я хочу авторынок. Я хочу просто бабла. 3000. Ну, смысл какой? Какой смысл? Я могу купить, допустим, две тачки. Ну, я выгадаю с них ну, максимум по тысяче, да? С двух. Ну, есть ли? Я не знаю. Давайте пробежим снова по району с этой стороны теперь. Посмотрим, есть ли у нас что-то интересное. Я думаю, все равно тысяч за восемь ну, сможем найти что-то подходящее. Ну-ка. 51. Вот за это не знаю. Честно, она выглядит на червонец. Но вот это выглядит на полтинник. Сейчас будет на 90. За 15 вот эту тачку сравнить. Да? За 15. И эту тачку. Это круче и дешевле. Вот бы так в жизни было, да? Дошел в магазин там, допустим. Какая-нибудь Нива продается. Не знаю, там за 500 тысяч, да? Рядом стоит Ламба. Там за 100 тысяч. Ништяк было бы. А, 5500. Давай я тебя заберу ее за 5200. Это предложение очень хорошее, кстати. Неприемлемо. Ладно, давай. 5300 и по рукам. Ну, все. Хорошо, мы купили тачку. У нас осталось 6 штук. Давай ее отправим на стояночку, на ремонт. И посмотрим еще. Возможно. Возможно. Мы сможем найти что-то еще за наши сбережения, которые остались. Не факт, конечно, то, что я тут уже все пообходил. 13. Не факт, но все возможно. О, ну вот. Твоя тачка на пятак выглядит. В принципе. 14. Понять. Хорошо. Где-то я тачку видел за... Сколько там было? За 3000. Вот честно, сейчас я бы ее забрал. Вот. Я думаю, у меня была полная комплектация и пару тысяч я бы сверху наварился. Где она была только? Давай посмотрим тут. Фургончик тут я смотрел. Кто-то, по-моему, он дешевый чересчур был. А может, а нет. Ну все же. А, вот остановка есть. Хорошо. Сейчас мы сразу отсюда и уедем. Вот. 3000. Торгуемся. Давай. 2800. И прям вообще будет по рукам. Слишком низкая. Хорошо. 2900. Все. Забрали тачку. Шикарно. У нас есть две тачки в нашем репертуаре. Все. Быстренько гоним в наш офис. Машины забираем стоянки в ремонте и торгуем. Да что такое? Почему опять тут грязно? Какой умудрился чувак так постами? Знаешь, типа такой типа ну как они руками когда переворачивают бутылки, да? И так руками делают. Чувак тут сидел занимался этой фигней. У меня не было всего 5 минут. Уже насвинячили. Вообще не люди. Я не знаю. Какие-то конкуренты наверное. Специально гадят территорию мою чтобы клиентов не было. но у нас есть две тачки починить все в порядке а тут ремонт 400 заднее крыло по 400 если я ее починю а смысл? Я с нее тогда выгодой вообще мало. Такс хорошо. Да я хочу сесть пожалуйста дай мне это сделать. Поехали на нашу офисную площадку Такс чуваки Пока никого Да что с камерой случилось? Аккуратненько подъезжай Оп-оп-оп-оп Отлично Теперь сразу поставим на продажу эту тачку 2 900 Давай давай 5 поставим Если что я думаю ну пускай даже за 3 500 сторгуемся это уже будет очень хорошо Поэтому будем делать так Хотя можно А если я поставлю допустим там намного выше цену Да блин Давайте посмотрим Допустим я поставлю 10 000 да на тачку Будут люди приходить и предлагать будут за нее цену Главное не лохануться самому О там чувак уже пришел машину смотреть Вообще красавчик Здесь с камерой беда вообще Я не могу в бока повернуть то поворачивается камера непонятно как то вообще не работает Такс Добрый вечер Добрый день Как ваши дела Что предлагаете 3600 Подожди А я ее за сколько брал 2900 В принципе могу торговаться на 1000 навариться да 3600 Давай 3900 Что на это скажешь Не нравится Да как ты так Ладно последнее предложение Все Но наш навар все равно не очень такой большой как хотелось бы За 5000 Смотри Мы короче делаем так Давай червонец поставим Вот Теперь придут люди и посмотрим что они вообще будут предлагать за нее Ну конечно же за червонец я не продам но хотя бы на тысячи полторы бы поднять цену было вполне нормально Ждем чуваков у нас 7000 А у нас уже кончился подожди Да у нас уже этот как ее там был аукцион аукцион кончился поэтому жалко можно было сходить посмотреть что там происходит и хочу авторынок после этой сделки я попробую поспать может авторынок откроется вот на него сходим и посмотрим что есть там интересного ну на данный момент у нас почему-то где покупатели почему нас где грязный офис где мусор где покажите мне пожалуйста даже можете мне ткнуть носом туда но я в упор не вижу может табличка 699 долларов какая-то машина нафига это нам в офисе я не знаю может стул я не знаю где на крыше что-то может там валяется но как туда я что не залезу офис грязный то что тачка стоит это может поэтому офис грязный типа говно поставил в офисе на продажу какая территория вообще офиса может офис длится прямо туда до гор его территория да не вряд ли ну вот это вот полянка как бы и внутри у нас больше нету офисов тут никаких где ты спрятался мусорочек ну-ка вылазь кис-кис-кис так где покупатели я не пойму дайте мне пожалуйста о добрый день товарищ только для вас акция союза серпа и молота ты купишь машину сегодня за 6200 покупали за 5 хотя тут так задумано то что больше тысяч они сами не ставят да то что я покупал и продаю давай 6500 6500 и прям по рукам вот так что скажешь о все у нас 13 штук мы уже на 2000 сверху наварились за эту серию так давайте закроем офис мало ли кто-то придет ночью наши кожаные сиденья утащат кожаный диван что потом делать буду такс мм контейнер там еще бар есть но в бар потом сходим у нас не так уж много денег чтоб на бар тратить давай поспим две штуки ровно наварился прикольно теперь можно какой-нибудь рынок открыт все как я и хотел хотя я думаю можно было просто поспать пару дней да ну да не отходя от кассы просто поспать потом прийти и все то есть на рынок а где он а вот он на авторынок или аукцион бега себе давай я дам тебе за нее 12000 пойдет сколько хочешь 400 давай 12000 я забираю пойдет мне не интересно конечно было прикольно если он согласился хорошо пробежим по чувакам кто что предлагает 48 я вас понял почему они все дергаются чуваки ну что с вами такое тоже они нервничают они нервничают просто на авторынок о 8500 кстати неплохо я твою тачку запомню если что я ее куплю хотя конечно на данный момент я купил бы что-то тысяч прям за 12-13 чтобы наварились хотя в 2000 сверху 7000 так у тебя что у нас 7200 чувак у тебя с ногами случилось ты очень странный я тебя даже боюсь ну к тебе подошел очень зря тут дорого будет понятно тачка такая не из простых кто ты хочешь 64 ну я вижу только один вариант за 8 с лишним тысяч купить о слушай братан ну мне уже нравится давай я попробую за 11 торговаться вряд ли он продаст конечно меня еще уровень не устраивает хорошо давай 11700 11 да 11700 и прям вообще по рукам будет все шикарно мы купили кстати хорошую эту купили такое чувство что меня где-то обманули ну ладно тем не менее я думаю продадим ее с накруткой хотя бы в 2000 и будет шикарно все даже можно будет починить эту тачку и продать накрутить там еще пищенку ну посмотрим если отремонтировать давай ремонт сделаем ой ты еще будешь ремонтировать долго давай залазь под машину что у них всех с ногами они такие странные ребята у всех короткие ноги такие сами длинные а ты че ну ты такой себе тебе тоже коротковатые ноги и просто у тебя футболка длинная и руки длинные ну ты ж механик тебе и должны быть длинные руки для таких здоровых ключей не знаю такими ключами что ты в машине крутишь такими ключами просто как молотком можно пользоваться он там и стучит что-то делает о спасибо залез под машину постучал там по подвеске да типа и все и нормально я говорит чиню чиню так поехали но теперь камера работает нормально бывает напрепляется к машине и вообще ничего не сделаешь стоп 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 такая неуправляемая тачка хватит у меня мусорить а я ж поспал хорошо тут какие-то ночью ребята видать отдыхали такс у нас теперь тачка появилась более-менее получше купили за 11700 продадим давай за 14 да а еще у нас 12 получается не давай поставим 15 если что я думаю мы сторгуемся на более приемлемую цену 5500 мини хорошо ждем нашего покупателя которому повезет сегодня с тачкой заберет по очень выгодной цене для себя ну и для меня тоже конечно же вот сейчас продадим эту тачку и думаю пока что на этом эту серию закончим поэтому хочу вас попросить очень душевно по-дружески даже по-братски по-братски попрошу если вы на канал не подписаны то пожалуйста подпишитесь если лайк не поставили то пожалуйста лайк поставьте в общем вы у нас умненькие и так все знаете вам напоминать думаю особо не надо все на себе это тачка ракета как я так сделал где покупатель я уже с ума сходить начал я тут прыгаю уже бегаю как баран и пытаюсь найти в грязном нашем офисе какой-то мусор только где он есть я не понимаю ну не будешь на крыше какой-то ящик лежать ну это лемешок мусорный такого быть в принципе не должно но такое бывает и поэтому нет почему бывает такого я ни разу не видел поэтому куда а я думал он в офис собрался идти 15000 смотри офигенный фиат минимум по той же цене возьмет наступать 3000 навар ну давай я даже торговаться не буду охренеть в общем как я понял а ну хотя мне те машины тоже были подчинены в принципе нормально мы в принципе наварились неплохо так мне это нравится теперь можем купить тачку еще дороже навариться еще больше и если подумать логически то серии через 3-4 потому что уже когда пойдет на сотни тысяч счет машин когда навар пойдет очень быстро поэтому через серии 3-4 ну максимум 5 мы дойдем до миллиона и и все но после миллиона можно будет просто бизнес закрывать свой а что еще потом делать тут больше потом делать нечего ладненько ребят я буду с вами прощаться наш офис лысая резина на сегодня закрывается поэтому не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться пишите комментарии также пишите ваши советы и всем пока не забывайте